При создании телевизионной передачи в таком, скажем так, небольшом городе, как Магнитогорск, главное не уткнуться в серость, обыденность и, соответственно, повторяемость сюжета. Дело в том, что настоящих мужиков, тех, кто занимается автомобилями, и тех, кто занимается сервисом, их немного. С теми, кто косячит, мы работать не собираемся. Есть еще отдельные, ну, такие понтоватые, крутые конторы. Ну, пускай они такими и останутся, им в автостопе не место. Но, тем не менее, седьмой год подряд мы вам рассказываем о автомобильной резине, его преимущество и липосистемы, и шипов. Зимой, разумеется, есть варианты для лета, и стараемся не повториться. Очень сложно, кстати. Что касается павильона автостеклового Альберта, казалось бы, мы все рассказали, да, пожалуйста, замена стекла, сопутствующие работы, но... Ну, и сегодня открываем новую рубрику. Полезные советы от Альберта. И первый мой полезный совет. Дело в том, что, ну, неоднократно я ремонтирую свои машины, крашу их, пытаюсь там что-то сделать то, что могу сделать сам, но что у меня не хватает времени. Но вот работать с автомобильным стеклом своих автомобилей я не стал лазить, потому что здесь работают профессионалы. И, к слову, в отдельных советах, ну, по крайней мере, сколько машин сюда мы не привозили, это уже практически из десяток, косяков здесь я не заметил. Когда меня обвиняет в излишнем внимании к павильону автостеклового Альберта, сети, автоград и прочим, я с гордостью замечу, что предпочитаю работать только с надежными и стабильными предприятиями. И здесь автостоп – это лакмусовая бумажка. А серьезность и глубина подхода к автостеклу – это вот такой субботник для слегка перебравшего в весе автора, оператора и видеинженера в одном лице. Если кто-то может подумать, что здесь решили затариться на сезон, уточним. Это недельное потребление автостекла, а бывает, что и этого мало. Сегодня я вам задам вопрос. А точнее, два вопроса, и сами найдите ответ на эти вопросы. Автостеклового Альберта, что это такое? Небольшой ларек, небольшой сервис или серьезное предприятие? Я принял участие в работе этого предприятия. Я вам так скажу. Две с половиной тонны. Ну, не кислые объемы, да? И все это автомобильное стекло уйдет примерно за неделю. Я считаю, это неплохое достижение и неплохой успех. Теперь вопрос второй. Когда люди сюда приезжают, ну, есть такая когорта, которые, заходя сюда, спрашивают, а можно ли стекло заклеить? И тут мы сделаем то, что делает одна мною очень уважаемая нация. Скажем так, а зачем? Дело в том, что, ну, стекло можно, конечно, заклеить, но цены в павильоне автостеклового Альберта более чем приемлемые, а сроки работы минимальные. Профессионализм. Вот чего всем нам не хватает. Но отсутствия ОНОВА здесь мною замечено не было. Внимательный зритель, конечно же, уже представляет алгоритм работ, но вряд ли может это повторить. Так же быстро и надежно, как это делают здесь. И не надо себя тешить иллюзиями, что на крутых или не очень сервисах вам с аналогичным качеством проведут процедуру замены автостекла. Поверьте, случаи такие там крайне редки, и это не более чем 3% от объема работ. Дальше жевать надо или понятно? Ну вот последний дельный совет, он сегодня будет третьим. Господь любит Троицу, и, соответственно, мы люди верующие. И скажу я вам честно, совет будет с небольшой долей юмора. Почему мне так смешно? Сейчас расскажу. Дело в том, что в город приезжают и в большом количестве жители ближайших окрестностей, в том числе и Сибая, Белорецкая, ну и Челябинской области, южных ее районов. И в некоторых из вышеперечисленных населенных пунктов процедура замены автомобильного стекла тоже, кстати, есть. Но вот стоит она почему-то, ну, практически в два раза дороже. Смысл. Итак, все те, кто ездит в эти же населенные пункты, сделайте, пожалуйста, доброе дело. Автостоп дает вам полезный совет, а вы уж помогите нам и объясните, что приезжая в Магнитогорск, на центральную городскую яблоку, ну или еще куда за шмотками в городе хватает, на разбитой машине, ну, имеется в виду на автомобиле с разбитым лобовым стеклом, приедете сюда вам за два часа, что здесь делают, и вы уже уедете абсолютно удовлетворенные хорошими покупками и чистым внешним видом, который будет открываться благодаря, ну, дерзственному стеклу вашего автомобиля. Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok